Всем огромнейший привет! Привет! Сегодня мы покажем вам наши новинки настольных игр. Лучшие новинки нашей коллекции. То есть мы не все даже еще покажем, только самые лучшие. О которых я вспомнил и нашел. Ужас. Вот мы гики. Первая игра, которую я хочу вам рассказать, это Спящие королевы. Игра, придуманная во сне. История такова, что маленькая девочка придумала эту игру во сне, проснулась, рассказала маме с папой. И мама с папой помогли ей доработать и сдать. Не знаю, насколько это правда, может это просто маркетиковый ход, но я верю в эту историю, потому что мне самой однажды приснилась игра, что мы с Димкой создали настольную игру. И может быть мы когда-нибудь создадим ее, да? А эту игру мы купили в Питере, мы ездили в Питер. И там на Невском проспекте, мы прям рядом снимали квартиру, есть магазин, Игровед, и у них небольшой такой музей настольных игр, и я всем рекомендую туда сходить, кто любит настолки, кто вот хочет проникнуться, что ли, да? Ну такой простенький музей, но очень классно оформлена там экскурсия в виде игры. То есть если идти именно на экскурсию, то прикольно, мне очень понравилось. И там развлекают всякими конкурсами. Мы вообще случайно попали на эту экскурсию, оказывается, там определенные часы проводятся, я в Инстаграме публиковала эти часы. Если будете в Питере, обязательно сходите, нам понравилось, хотя мы уже такие прожженные, да? Ну понравилось. Мы там выиграли скидку, и вот купили эту игру, нам ее показали. Конечно, она простовата уже так для нас. Но ее больше с детьми играть, здесь 10... От 7 лет написано. Да, по отзывам, да, вот как раз от 7 до 10 лет будет самое интересное, тут немного счету учат. Ну да, то есть я бы вот рекомендовала с детьми в нее играть, взрослым уже не так интересно будет. Следующая игра, самая горячая новинка сейчас, Остров духов. Я вписался на предзаказе в нее и уже получил, даже когда еще в магазинах ее не было. Игра кооперативная, если вы играли в пандемию, или пандемию, Оля пусть подскажет, как правильно. Пандемия. Да, что Остров духов очень по духу на нее похож, тавтология, да? Тут вообще много... Все хорошо, не переживай. Дима давно не снимался на видео, не переживай. Тут на самом деле смеялись еще над названием, можно читать Остров духов. Остров. Да, ну суть в том, что необычная тематика, вы играете за духов, которые пытаются изгнать полонизаторов с Острова. И интересно играть даже одному, и втроем, и вчетвером, и вдвоем. И сейчас игра топ и рейтинга, там на 14 или 15 месте. И одна из лучших кооперативных игр, что я играл. По первым впечатлениям, очень все продумано и реиграбельно. То есть ты управляешься одними из восьми духов, которые сгоняют полонизатору. Все, давай расскажем про игру, которую мы с тобой играли вместе. Король нам шесть. Неожиданная покупка, да? Но мы на самом деле купили ее ради других двух игр. Вэмайн, ну и Зэмайн, сегодня с произношением проблемы, да. Короче, игра про майнд, это социальный эксперимент, где нужна колода от одной до ста карт, и люди не сговариваясь должны выкладывать карты по порядку. Правила очень простые, их можно найти в интернете. Мы оставим ссылочку. В общем, мы купили эту игру, чтобы играть в другие игры. Хотя и сама Корова 006 тоже прикольно, мы уже давно в нее играли, у нас была даже эта игра, мы ей потом подарили. Да, там неубиваемые карты, мы взяли вот в железной коробочке. Для детей вообще отличная вот сама эта оригинальная игра, которую вот хотят научиться понимать больше цифра или больше число, меньше число. То есть там вот идет от меньшего к большему. Коробки, да, на самом деле, карты от одной до ста четырех пронумерованных карт. А еще можно играть Коровой 006 в игру No Offense. Это забавная игра с антиставками, где ты либо отказываешься от карты, либо ее забираешь. Тоже правила оставим. Тоже правила я оставлю, они простые, и мы азартно поиграли недавно вечером. Короче, игра, как это сказать, отбивает на все столы. Отбивает свои деньги. Она недорогая. Да, ну... Можно ее купить и играть в разные общие деньги. Я бы купил отдельно Майнд, но Майнд, к сожалению, в России не продается. И No Offense не продается. А так вот ем корову и играешь. Да. Как хороший коров. Погнали дальше. Пиктомания. Пиктомания. У нас в последнее время вот таких игр очень много появилось, потому что ребенок, сами понимаете, он у нас пока смотрит мультики, мы с друзьями можем во что-то быстрое поиграть. Да, мы ему мультики не даем, но максимум на час мы его сажаем, малышарик смотреть. По выходным, вот, когда друзья приходят, мы его малышарик... Да, ну, чтобы он не засиживался, его, во-первых, интерес уже не хватает, усиживать возле телевизора больше часа. Ну, и мы себя чувствуем хорошими родителями, что вот он смотрит там немножко. То есть, в обычные дни он там полчаса, мы ему позволяем. Да, на выходные он час смотрит. Мы в это время что-то по-быстрому играем. Вот в Пиктоманию играли. Всем понравилось, все смеялись. Тут нужно рисовать на скорость и угадывать то, что рисуют другие. Гага изглала уже второе. Вначале она выходила под другим брендом. Нет, не Гага выпускала в России. И ее критиковали, там какая-то раздутая большая коробка. А здесь все компактненько. И очень много компонентов. И для пати-гейма просто классный процесс. Мы посмеялись. Если вот у вас вообще никаких еще игр настольных нет, вы хотите с чего-то начать, вот можно с Пиктоманией начать. Пиктоманией компанию насмешить. И детям понравится, от 8 лет вообще шикарно. Да, можно от 3 до 6 человек играть. Это очень известный автор, Влада Хватил. Он очень много игр произвел. Молодец вообще, чувак. Мне так нравится он. Да, и мы смеялись. У нас были очень забавные рисунки. Ага. Если я найду фотографии, то вставим. Ну, по-моему, не фоткали. Ну, было очень смешно. А хотя в коробке есть эти рисунки. Мы сфотографируем и покажем. А эту игру, сумешная борьба, я очень давно хотел. Но ее никак не издавали в России. Там были какие-то проблемы с правами. Я даже подумывал купить пиратскую версию на Алиэкспресс. Но она там очень плохого качества. На Алиэкспресс? На Алиэкспресс, да, есть. И одна из немногих игр, которую там пиратят. Но не стал брать и правильно сделал. Вот до меня дошла сумешная борьба. Мы уже сыграли одну эпичную партию, где я выиграл. У Арсения. Не применил. Но я в нее играл очень много на айпаде. И действительно, это одна из самых крутых игр. Она долгое время занимала первое место во всех возможных рейтингах. Сейчас на пятом. И она моделирует события холодной войны. Это как бы хардкорно достаточно. Но там очень классный карточный бежок. Она только на двоих, правильно? Она только на двоих. Можно играть, по-моему, вчетвером. Но это так. Это дуэльная все-таки игра. И один играет за США, другой за СССР. И есть три эпохи, когда разыгрываются разные там пятилетка. Убийство Кеннеди, по-моему, есть карта. Ну, не помню уже точно. Но именно по событийным. И на карте происходят различные события. И ты... Ну, обычно люди в восторге от этой игры. Хоть играются... Ты говорил, что она была долгое время на первом месте. Я же рассказал. Она пять лет или сколько-то там была на первом месте. Просто рвала все топы. А вот делюксер дали. Я просто думала, что же я буду рассказывать про следующую игру. Которая называется Первый контакт. Поэтому я тебя не особо внимательно слушала. Офигенная вообще игра. Нам так она зашла. Тоже жаль, обалденная. Пати-гейм тоже. Но опять же, потому что она всего 40 минут. Где-то длится. Пати-это игры для вечеринок. Почетка для тех, кто не владеет английским. От двух до семи человек может играть. Написано, что 12+. Но мне, в принципе, кажется, можно. Раньше, где-то в 10 лет деткам уже играть. Расскажи суть игры. Давай ты. Есть компания... А то я так и не придумала, что говорить. Она достаточно оригинальна. В том плане, что здесь есть две команды. Но игроки борются внутри команд. И получается, что есть два победителя. Один со стороны инопланетян. Один со стороны людишек. И людишки... Инопланетяне должны понять, что хотят люди. Люди должны понять, что хотят инопланетяне. И вот игра такая... На логику, дешифровка. Простая достаточно и интересная. Она чем-то может напоминает коднеймс. Да. Но интереснее, я бы даже сказала. Вот Оле больше нравится. Но кодовымина... Тем более тут такие вот дощечки, на которых можно рисовать и быстро стирать. Да, и коробка, я удивился, достаточно тяжелая. Тут маркеры, карточки плотные, деревянные. То есть, неодноразовые компоненты. Тут все стирается. Это классно. Мне вообще кажется, что пройдет еще несколько лет. И настольные игры вообще будут такие офигенные по качеству. Если уже сейчас из обычного картона можно вот такое вот делать. А что будет дальше? Что же нас ждет? Может какие-то будут вообще супер. Да, и игра на слуху. И в нее многие сейчас играют. Это как бы я советую. Интересное. Погнали дальше. Клан! Оля, тут уже взял с дополнением сразу. Мы еще дополнение не открывали. Мы не открывали, но я уже два раза умудрился в нее сыграть на игротеке. Ты расскажи, как ты ее купил. Димка ее купил в Питере. А мы там такой лайфхак провернули, что не брали багаж на самолете, когда летели, а отправили просто в службу и доставки. Там 400 рублей нам вышло с Питера в Краснодар отправить коробку. Мы туда отправили свои вещи теплые, боялись там замерзнуть. А назад вот отправили покупки, там подарки. Да, и мы отправили, как бы я ничего не потерял оттуда. Ну там мне чуть дешевле вышло, я прямо у производителя взял в лавке games. В общем игра колодострой. Если вы играли в Dominion, то тут принцип тот же самый, что ты прокручиваешь, как бы улучшаешь свою колоду из слабенькой колоды, и у тебя постепенно колода становится сильнее, и в этот же момент происходят важные действия на поле. Игроки пытаются тянуть сокровища из-под носа дракона, а дракон как бы недоволен этим фактом. И несмотря на то, что Оле, по-моему, не сильно она понравилась, что она говорит, Dominion все равно более продуманная. Ну потому что Dominion это больше для меня стратегия, а это больше приключения. Я не особо люблю игры-приключения. А я люблю приключения, поэтому я с удовольствием поиграл и на игротеке, и мы затонувшие сокровища повытаскивали. И я вот так наблюдаю на игротеках, и вижу прямо какие игры стали хитами, и вот неожиданно клан там буквально все хотят в него поиграть, все играют с удовольствием. Правила не такие сложные, и хорошая игра. У нее будет дополнение еще многих. Как приключения, вот если интересно, то рекомендую. Мы не могли вас оставить без подарков, и решили разыграть няшку. Забавное, да, название? Специально, Димка, я взял вот такую небольшую игру, и тоже как пати гейм, это игра для вечеринок. Ну, чтобы, у нас же разные зрители, чтобы вот всем она подошла. То есть она всем понравится, всем зайдет для разных совершенно компаний. Поэтому, если вы хотите получить эту игру, просто напишите в комментариях, каких вы видео хотите от нас на тему настольных игр, и обязательно напишите слово «Участвую». «Участвую». Это все, что вам нужно сделать. «Участвую» и написать. Может, какие-то советы нам хотите дать, о чем нам снимать. Мы будем это делать. Кстати, пока у вас сыночек спит, можно быстро. Да, на ней есть бейджик «Лучшая игра Граникона», вот куда мы в Питер летали. И оказалось, я, честно говоря, не знал, что мы поддержали автора игры Павла Атаманчука. Я с Павлом лично знаком, хороший парень, и он выпустил уже несколько игр. То есть мы когда-то игру заказывали, не посмотрели, кто автор. Представляете? Просто няшка и няшка красиво. Понравилось просто. Да, ставьте лайки, пишите письма, не забывайте. Всем пока.